Благодарю Тебя, мой Господь, за дивные милости Твои. Хвала Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Псалом 74. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое возвещает чудеса Твои. Когда я сберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте. И нечестивым, не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего. Не говорите жестоковына. Ибо ни от Востока, и ни от Запада, и ни от пустыни возвышения. Но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо щаше в руке Господа. Вино кипит в ней, полное смешение. И он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно. Буду воспевать Бога и Яковлева. Все роги нечестивых сломлю. И вознесутся роги праведника. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосферный Создатель. Ты видишь, Господи, как сатана развеял, как пшеницу сеет людей. И кто поверил слышанному от нас? Ты Господь и Бог. Хвала Тебе. Слава Тебе. Евангелие от Луки. Четырнадцатая глава. Случилось Иисусу в субботу прийти в дом одного из начальников парисейских вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. И вот пристал перед Него человек, страждущий водяную болезнью. По этому случаю Иисус спросил законников и парисеев, позволительно ли врачевать в субботу. А они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащить его и в субботу. И не могли отвечать ему на это. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, Господь и Бог наш! Благодарю Тебя за милость, явленную и в этот день. Благодарю за эту возможность свидетельствовать о Тебе. Возвещать дивные строки Евангелия. Ты видишь, Господи, как мошкара пролетают люди. И никто не останавливается послушать Слово Твое. Ибо приблизилось время, и суд Божий при дверях. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Аллилуйя! Благодарю Тебя, мой Господь, за милость, которую Ты оказываешь нам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Слава Тебе, наш Христос! Слава Тебе, милосердный Создатель! Господи, Господи! Вот мы проходим, и люди, как тени, мелькают. И кто поверил слышанному? Кто познал волю Твою Святую? Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мы показываем через это, кто нуждается. Это прохожие идут мимо. Звучит голос Божий. Ты сказал, возвысь голос Твой. И мы возвышаем его, и возвещаем. И кто поверил слышанному от нас? Господи, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе! Замечая же, как званы выбирали первое место, Иисус сказал притчу им, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не стучился кто из званых им, почетнее тебя. И звавший тебя, его подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, «Пересядь выше! Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою». Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ибо всякий, возвышающий, сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный! Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать Тебе, ибо воздастся Тебе воскресенье праведных. Аллилуйя! Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием. Он же сказал им, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять порвалов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес совсем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам, изгородям, и убеди прийти, чтобы он наполнился дом мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ибо сказываю вам, сказываю вам, говорит Господь, что никто из всех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены, детей и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит и сдержит. Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Да вы когда положит основание и невозможит совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говорят, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну, против другого царя не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. И найди новые души, возвести им путь спасения. Ибо это место, где собрались люди, глубокое ущелье мрака и непроглядной тьмы. Дьявол зажег огонь прихоти, вожделений, прелюбодеяния и блуда. И участь этих людей огонь вечный, сатаною, где плащ и скрежет зубов. Коснись их сердец, Господи! Амлеки, Господи, силу и благовестников Твоих! Аллилуйя! Хвала Тебе, счастье, поклонение, слава и благодарение во веки веков! Аминь! Спаси нас, Господи, и помилуй! Благодарим Тебя, Господи! И за этот дивный день возри на врагов, не дай исполниться желания злым замыслом их. И в судный день не помяни их безумия. Хвала Тебе и слава! Счастье, поклонение! Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! Господи, Боже наш, слава Тебе! Спаси нас и помилуй! Спаси и сохрани, Господи, народ Твой! Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Честь и поклонение, слава и благодарение! Пошли, Господи, добрых вестников к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, и к буддистам, и всем возвести о любви Твоей, о скором пришествии Твоем, когда будет суд Божий, и всем предлежит предстать на судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делал человек, живя в теле, доброе или худое. Помилуй нас, Господи! Помилуй нас! Хвала Тебе, и честь и поклонение! Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Вы хотели что-то спросить, нет? Да, у вас канал на Ютубе называется что-то во имя Библии, что ли? Во свете Библии! Да, да, да. А у вас деревня там, да, вы сами там основали ее? Да, основали. Но мы сейчас, вот в данный момент я в Барнауле нахожусь, а деревня-то за 150 километров от Барнаула. Мы там летом, а зимой там люди живут. Да, православная деревня, одна на всю Россию пока такая. Я бы вот тоже хотел основать, но не так, как вот у вас там, у вас пруд, речки нету рядом, просто пруд, да? Да, шесть прудов. Я на к вам попал, просто слушаю, не могу же я вас перебить. Нет, не надо. Ну, я помолился, и мы ищем людей, которые желали бы услышать божественное, потому что здесь грех. Тут прелюбодеяние, раздетые мужчины, блуд творят. И мы пришли сюда, чтобы сказать людям о суде Божьем. Что за это будет? Маленькие дети, как бесенята какие, кидаются, кричат, обзываются. Население деградировало, общество деградировало. Очень даже, очень. Это им управлять Россией будет. Так зачем же это нужно? Вы хотели что-то спросить? Да. Ну, хорошо, я слушаю. Вы батюшка? Ну, если угодно так, так называйте, и так мне все равно. Ну, на самом деле, вы не батюшка, да? У вас дома есть Евангелие? Кто? Книга, Евангелие, Библия есть? Нет. А вы ее видели хоть раз? Какая она книга? Нет. А я вам покажу. Здесь написано, как Господь сотворил человека, как люди согрешили, как пришел Христос, как Он умер за грехи людей, и как можем получить жизнь вечную. Потому что человек умирает телом, а потом воскреснет. С чем он придет к Богу? Надо веровать. А как получить жизнь вечную? А вера во Христа Иисуса, который умер за наши грехи. Написано, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А зачем молились? А у вас там церковь есть, где вы находитесь? Нет. Совсем церкви нету? А где же это вы находитесь? В Василе Духово. Я не понял. Это что, не город у вас там? Нет. Ну, все равно родители-то ездят, где в город-то там церковь-то все равно есть. И там можно достать Евангелие, чтобы они купили. А где живете? Что, где? Вы где живете? Барнаул, город, Алтайский край. Вы батюшка? Ну, я вам сказал, что можете и так называть, мне все равно. А вы в церкви работали? Ну, как я работал там. А костюм есть? Что? Слава тебе, Боже наш, слава тебе, 84-й Псалом. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Еви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так, близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда возникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед Ним и поставит на путь стопы Своей. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Вы хотели что-то, хотели спросить? Нет. Нет? Я понял, что... У вас какие-то звуки там нехорошие. У вас какие-то вопросы, касающиеся вашей души, есть или нет? Нету. Ну, вы знаете, для чего живете на земле? Для чего? Ну, я спрашиваю. Знаете, если не знаете, я вам расскажу. Расскажи. Человек сотворен для вечности, он бессмертен. И за гробом есть другая жизнь. Все люди воскреснут на суд Божий. И верующие в этой жизни, в Иисуса Христа, как в Спасителя, что Он умер за наши грехи, имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, и гнев Божий пребывает на нем. Да, у вас вопросы есть какие-то духовные? Да. Давайте, я слушаю. Только без друга не чтобы. Хорошо. Бог существует или нет? Повторите поближе к микрофону. Бог существует или нет? А если Он не существовал, то и нас бы не было. Откуда бы мы взялись-то? Откуда бы природа взялась вся? Разные животные, насекомые, растения. Если врач не верит в Бога, говорит, и они обращаются к Богу. Добрый день. У вас что-то есть вопросы какие, может быть, касающиеся души? Ну, что Вы говорите, слава Богу. Ну, хорошие слова говорите, слава Богу. А Вы знаете, а кем является для Вас Христос Иисус? Христос? Да, Иисус Христос. Кем является для Вас? Пророк? Непонятно, я не расслышал. Пророк? Пророк, и все? Да. Расскажите имя, что-нибудь. Что-то у Вас там слабо. Прерывается, слова непонятные. Связь плохая, связь. Он Сын Божий. Второе лицо Святой Троицы. Вот он, что Сын Божий. Слава тебе, Божий наш, слава тебе. Добрый день. Как дела? Во имя Иисуса Христа, все хорошо. Слава Христу. Молитва читай, да? Да. Мы молили здесь, читали Евангелие, Псалтырь, потому что здесь люди пришли не за хорошим делом. Как дела? Как работают? Да, им надо рассказать о Боге, о спасении. Плохо слышно Вас совсем? Вы хотите поговорить о душе, о спасении ее? Да. О спасении ее. У вас микрофон далеко, плохо слышно. Микрофон далеко, плохо слышно. Хотите что-то спросить, может быть, божественное, душевное? Ну да. Я вас слушаю, говорите. Подскажите мне дорогу и технику. Не понял, что за дорогу? Из бедности. Я ничего не понял. Вы едете где-то? Нет. Подскажите мне дорогу из бедности. Без бедности? Из бедности? Из бедности, да. Вы очень бедная? Да. А вы сегодня завтракали? Нет. Совсем не завтракали? У вас не на что поесть, да? Да. А сколько вам лет? 21. А где работаете? Нигде не работаю. А почему? Документов нет. Ну что ж, нету. Пойти, сказать там, что нет. На работу можно без документов. Много везде принимают. Мы тоже очень бедные. Нас 10 детей в семье. 10. И мы все работали. С 5 лет уже коров пасли. Никогда ничего не просили. Почему мужики там все прячутся? Половина голая. Я вот смотрю, сколько здесь уже. 50 дней мы здесь работаем. Благовестники. И процентов 80 мусульмане. Я говорю, а зачем мусульмане-то здесь? Он, да вот, познакомиться. Ну какое знакомство? Ты дома 4, я говорю, жены имеешь. И колын платить надо. А здесь 44 даром. Вот тебе все и знакомство. Жеребцы конюшеные. У вас, может, какие-то вопросы есть? У вас какие вопросы, может, есть по жизни, по вере? Да, можно, да. Я слушаю вас говорить. Какая цель в жизни должна быть у меня? Что-то должна быть совесть? Да. Ну совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. А если человек сожженный в совести, то ничего там и нету. Что-то узнать о Боге, о вечерности, для чего человек живет. Я атеист. Атеист. А что это означает, атеист? Я не верю в Бога. То есть он верит в ничто? В нуль, да? Судьбу верю. Ну а если Бога-то нет, так откуда мы-то взялись? Откуда вся природа произошла? Солнце, звезды? Ну точно не от Бога. Ну только от Бога. Другого ответа вообще нету. А что Дарвин доказывал? Что мир Бог не творил? Он об этом ни слова не сказал. Он был старостой церковным до самой смерти. Что человек это обезьян, он говорит, я никогда не говорил. Он говорил только, что в зависимости от условий, бабочка, которая была белая, в Лондоне на стене, она делается серой с века. Много поколений. Только об этом, больше ни о чем. Игуаны там, которые он смотрел, остались. Это все придумал сатана. Он верил в Бога. Вот что важно это. И он чувствовал, что он страж одиночества в своей жизни. Нам в школах-то этого не преподавали, а сейчас все открылось. Когда с англичанами разговариваешь, они говорят, откуда вы взялись, что Дарвин неверующий был? Продолжение следует...